9 мая поздравляю вас с праздником победы ну а теперь вернемся к нашим насущным делам ну кому они интересны конечно вот смотрите там дебаты начались всякие разные там что хочется сказать грань между добром и злом ну такая призрачная такая знаете в любой момент можно с добра ввалиться в зло со зла в добро и но чаще всего с добра в зло вот чем я занимался с самого начала своей жизни вот буквально таки с самого начала когда я был маленьким ребенком я уже тогда наблюдал ну сейчас я конечно могу так сказать громко маленький ребенок так не наблюдает но он в любом случае присматривается к взрослым что как там что-то там впитывает а именно возьмем быка зра в чем там заключается успех того или иного человека и вот когда ты начинаешь собирать сначала базу ну допустим в оздоровление вот как раз собрал базу те люди которые писали книги по оздоровлению так далее так далее значит вот я собрал эту базу обработал ее и вот задался такой мыслью на что эти люди воздействовали для того чтобы вернуть себе здоровье причем по разному было там у каждого свое на образе и вот знаете из всего этого многообразие так слаживается костяк основное то есть на что надо воздействовать для того чтобы излечиться поддерживать здоровье на таком прекрасном уровне ну и все остальное нечто подобное нечто подобное а еще будем говорить вот здоровье это как бы сказать но важная составляющая человеческой жизни я считаю что это фундамент но все люди в начале вот рождаются они там здоровые они там делают свои там вещи вот и в конце концов дальше у них это все выражается в том что что у одного жизнь сложилось там успешно богато а у других людей несмотря на то что даже то не были родственниками богатых людей детьми унаследовали там состояние и прочее 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 но все это знаете утекло между между пальцем чему я веду мысль я веду мысль к тому что также имеется определенная закономерность которая необходимо соблюдать для того чтобы вот буквально так и знаете с нуля вот ничего нету ни богатых родственников ни ничего там ни какого-то образования ни еще что-нибудь такого но у человека есть его ум и вот благодаря своему уму он начинает взаимодействовать с окружающими людьми с окружающим пространством менять что-то внутри себя а меняется что-то внутри себя это прежде всего меняется осознание и в результате человек достигает каких-то ну будем говорить индивидуальных вершин вот на что я уделяю довольно таки большое внимание найти и вот если взять опять таки тоже тяжелую атлетику атлетику вот что говорит Василий Алексеев Василий Алексеев слово хочу быть первым а вот это вот хотелка для того чтобы это хотелка совершилась необходимы знания и в частности опять таки и вот эти вот допустим знания это одно а воплощение их в жизнь это совершенно другое за это захочу надо еще заплатить чем-то заплатить и как правило это платится своей собственной жизненной энергией своим собственным жизненным временем ну причем это все надо сделать так чтобы это работало на эту хотелку а не просто там как-то она знаете хочу хочу а толку никакого и вот в смысле Василий Алексеев написал вот это вот на эти выжимки молодцы люди я стремился быть первым и стал им стремление труд огромный далее дело понимаете ли не столько в силе в одаренности сколько во вдумчивом отношении к тренировкам то есть вдумчиво отношение к своей жизни мы так сразу берем позволит чего-то достичь если мы вообще не думаем вот у нас действительно есть профессия вот мы там работаем так далее целыми нормально но если Вас это не удовлетворяет значит значит вдумчивое отношение к своей жизни а что надо изменить внутри себя в первую очередь от чего надо освободиться на чем надо сконцентрировать внимание чтобы достичь желаемого результата научитесь думать самостоятельно что как и для чего нужно делать вот они фразы вот знаете вот гений легко и просто объясняет думать самостоятельно а для того чтобы думать самостоятельно опять таки вот за счет чего этот человек там добился успеха за счет чего тот тот пятое десятое взять от них вот этот вот механизм а не то что может быть порочное что в результате механизма чего-то там они достигли потом наплевали на всех остальных людей взять механизм понять его механизм без мысли нет творчества а без творчества прогресс в спорте невозможен а без творчества прогресс в жизни невозможен и вот я не буду там говорить кто там что там как там приводить фамилии имена но те люди которые добились чего-то в своей жизни у них как раз вот этот механизм прекрасно разработал творчество из того что нам известно сложить некую будем говорить конструкцию которая бы работала работала и вы видели бы результат ну вернемся ко мне любимому я сложил это вот так и успокоился не знаю тут ну по крайней мере я понял а это действительно надо показать что а можно ли так делать и оказывается можно то есть когда Василий Алексеев показал что можно подымать 600 кг а до этого никто не подымал все стали более-менее приближаться к этому результату и уже показывать его то есть точно так же и здесь ну ладно перейдем от слов к делу и если кстати вы начинаете заниматься вот в этом направлении в начале какой-то ошибочные вещи вы там делаете то и все пятое десятое но в конце концов начинается нащупывается тот путь та индивидуальная тропинка которая ведет вас действительно к самореализации мы так скажем самореализация самораскрытие личности и к вашему личному личностному росту так сказать то есть личностный рост это большое такое понятие включает в себя и материальное благо и грубо говоря духовное благо потому что можно приобрести материальное благо и все это потерять так обеденная медитация поехали садимся удобненько хорошо перед обедом в животе особо ничего нету чтобы мешало дыханию и прочее прочее теперь задача расслабиться успокоиться от всех этих мыслей восстановить дыхание сердцебиение создать внутреннюю пустоту в организме сознание вернее и после чего начинается второй этап концентрация то есть мы выбираем на чем мы хотим сконцентрироваться что мы хотим получить концентрация и дальше пойдет сама медитация то есть мы поддерживаем так или иначе этот образ эту мысль одну мысль желательно в течение какого-то времени дабы чтобы она повлияла структурировала будем говорить и нас и пространство и тем самым мы показали что то что мы задумали мы этому соответствуем что зур он и в и они загор и он что в идет и д Продолжение следует... 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 Продолжение следует...